Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Ну и как вы уже, наверное, догадались, радиоблог с Игорем Цесарским и с его замечательными гостями. Ну и сегодня своего гостя или гостью представит Игорь. Здравствуйте, Игорь. Да, добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем я представлю гостью, я вам несколько слов хочу сказать. Сегодня утром мы разместили очередной наш ролик в ТВ-клубе «Континент». Это кто слушает, знает, где это находится. Можете на сайте «Континента» это найти. Можете в Ютуб прямо идти, и там это будет. Я думаю, это одна из таких интересных бесед была. Нашим гостем был политолог, историк Андреас Андерсон из Канады. И, в общем-то, разговор был довольно любопытный. Почему я об этом вспомнил? Потому что сегодня с моей замечательной соведущей из Нью-Йорка Леной Приговой. Давно Лена не была у нас тут на Народной. Ну вот, слава богу, появилась. И, ну, мы, опять же, если вы хотите её видеть чаще, опять же, приходите в ТВ-клуб «Континент». Там мы соведём очень многие эфиры. И вот вчерашний, который вот сегодня утром появился, очень рекомендую. И, опять же, опять же, опять же, напоминаю вам, что сегодняшний наш разговор, он будет продолжением того самого. Ну, мы уж так с Леной договорились. Лена, привет. И я думаю, что тема такая, на которую можно говорить неоднократно и не разово. И она действительно сейчас наибольшим образом на слуху. И, как ты думаешь, мы вполне с тобой можем продолжить её? Я думаю, что эту тему можно только начать, потому что она бесконечна. А, как пелось в одной песне, помнишь? У кольца начало. Да, да, да. Правда, там про любовь, а тут не совсем. Ты знаешь, я почему-то подумала в контексте этой темы о заставке, которая идёт перед этой программой. Интересные люди, о которых говорят. Дальше у меня такая троеточие, пауза, и которых банят в социальные сети. Потому что эти люди говорят правду. Собственно, мы приходим и садимся к микрофону практически каждый день только для того, чтобы нести правду. Когда мне говорят у каждого своя правда, я тогда говорю, а если мы факты будем приводить? Мне говорят, у каждого своя правда. А последние годы показали нам, что у каждого своя правда. Она есть у нашего правительства. Она есть у наших всемирного правительства. И есть правда маленького человека. В конце 20-го года я написала манифест свободного человека. Его перепечатали разные издания, англоязычные печатали. Потому что я подняла вопрос ответственности каждого человека не перед обществом, перед собой, перед собственной мерой правды, перед собственной мерой свободы. Мы свободны ровно настолько, насколько мы позволяем себе такую роскошь. Мы ограничиваем себя законами определенными. Но мы свободны даже, знаете, как люди перед казнью были свободны. В той же тюрьме, куда их посадили. Сегодня мы находимся в тюрьме. В тюрьме обстоятельств, в тюрьме предписаний, в тюрьме наступления на все наши законы. Мы просто идем прямой дорогой к тому тоталитаризму, о котором страшно подумать, но который, увы, он приходит. Потому что все абсолютно черты тоталитаризма, ну, за исключением некоторых таких деталей, потому что мы еще пока можем говорить, значит, это только черты, по которым мы собираем вот эти камушки дороги по пути, то светлое будущее, которое нам предлагают желающие построить мир глобальный. И вот соответствие между маленьким человеком, между просто человеком и миром глобальным, они настолько противоречивы, что если человек принимает непринимаемое, если человек отвергает главное свою свободу на свои действия, на свою жизнь, на свое тело, на свои мысли, вот в этот момент человек становится рабом. Собственно, об этом мы говорили с Андресом Андерсоном, мы говорили, мы часто говорим в передачах об этом, потому что с этого начинается все. С этого начинается наша жизнь, жизнь наших детей, жизнь наших близких, жизнь общества, разделенного уже, увы, общества, на тех, кто стоит на позициях соблюдения свободы, личности, и тех, кто спокойно надевает на себя ярмо и шикает на тех, кто это ярмо еще не надел. Лен, а вот ты обратила внимание, особенно на слова этого нашего гостя, о том, что в Канаде, вот это некая разница Канады и Америки, он очень убедительные факты приводил, кстати говоря, относительно того, что в Канаде, ну, есть такая некая вера в правительство, и это на чем-то обосновано, она чем-то обоснована, а вот его очень удивляет именно то, что в Америке вот люди, как мы часто говорим с тобой, повторяя, вот это молчаливое большинство, молчаливое большинство, это у нас рефреном идет, его удивило, ты же видела, то есть почему говорит в Америке, которая, ну, настолько всегда разговор шел, что это свободолюбивая страна, как никакая другая в мире, наверное, и тут вот при таком давлении, при таком совершенно сумасшествии, которое случилось, начиная с определенных дней прошлого года, и люди большей частью молчат, и молча кушают это все, вот что ты можешь именно, вот как ты можешь прокомментировать не столько его мнение, сколько вот ответить на его вопрос теперь уже сегодня нашим слушателям здесь, а почему молчат? А потому что Америка, эта страна не пуганная, потому что она привыкла к этой свободе, у нее на ее территории не было войны, за свободу сражались, свободу 245 лет тому назад, она стала основой конституции, основой независимости, мы самая свободная страна в мире, мы провозгласили свои свободы, свои принципы, написали конституцию, а вот в середине, уже в первой половине 30-х годов началась коррозия системы и системный сбой. Он начался с того момента, когда левые, в частности, франкфуртская школа неомарктизма в полном своем составе была вышернута из Германии и попала на территорию Соединенных Штатов Америки. И как принято знать, когда приходят в чужой монастырь со своим уставом, так вот, вот эти господа перебрались через океан со своим уставом и начали камушек за камушком разбирать фундамент, на котором построена страна свободных людей, равных возможностей. Не уравниловки той, которую они нам рассказывают и привнесли, а именно равных возможностей, потому что равенство по определению Бердяева это вот та грань, которая всегда берется по нижнему уровню. Равенство – это равенство рабов, но не свободных людей. Люди едут и ехали в Америку за своей американской мечтой. В основе американской мечты лежат равные возможности, но не уравниловка, которую нам предложили приехавшие в страну вот неомарксисты с первой половины 90-х годов прошлого столетия. К сожалению, вот американская мечта так интересно трансформировалась в сознание тех, кто пытается сюда все-таки попасть, а таких немало людей по миру. Помимо даже ближайших наших соседей, ну, объективно, до сих пор. Но у них эта мечта совсем в другом сейчас. Совершенно верно. Эта мечта, вот, я прошу прощения за мой французский, это халява. Вот дайте мне все на пару, дайте мне все бесплатно, дайте мне. Это, вы понимаете, в сознании у людей сформировано, я приехал не заработать себе, я приехал не дать что-то, свои знания, свое умение, я приехал взять. И вот сейчас у нас идет эмиграция в основном, людей, которые берут. Берут, при этом они не задумываются, что взять можно только из того места, где что-то лежит. Я когда-то приводила пример, вот такой, как кормушка. Вот мне говорят постоянно о скандинавском социализме, но это очередная, как бы, очередная запущенная фальшивка, потому что нет такого скандинавского социализма. Они для себя, как бы, устроили кассу взаимопомощи. Есть социальные программы, которые там... Есть социальные программы, основанные, сколько там населения, посмотрите. Там всего ничего населения. Это все равно, что вы возьмете с вашей кооператива... И то, Лен, запустив дикарей, они и то нарушили даже тот баланс. Ну, ты смотри, вот возьмите пример кооператива. Каждый вложил, каждый взял. Да. Кооперативы, из кооператива, те, кто не вложил, не возьмут. Сейчас у нас получилось, кормушка осталась того же размера, а количество едоков утроилось, учетверилось, еще что угодно. И вот нас постоянно давят, 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 давят новыми налогами, новыми регуляциями какими-то. И сколько может вот этот средний человек из среднего класса кормить? Он кормит себя, того парня, родственников того парня в Гондурасе, там еще где-то, еще где-то, еще где-то, и всем только дай. И вот сейчас, когда мы говорим о том, что происходит, на наших глазах, на наших глазах идет перераспределение благ, которые указаны, записаны во все программы Организации Объединенных Наций с 2015 года. Они записаны в программе Всемирного Экономического Форума, которая совместно с Организацией Объединенных Наций устраивает нам вот тот Build Back Better, программы перезагрузки всего на свете. в понятиях равенства, братства и далее-далее. Равенства экономического, гендерного. Это все записано, это все в документах, я ничего не придумываю. И вот когда эта программа была заявлена в Организации Объединенных Наций в 2015 году, господин Обама, тогда еще президент Соединенных Штатов Америки, он даже не предложил на ретификацию эту программу в Конгресс и Сенат. Мне говорят теория заговора. Да нет, какие теории заговора? Это и есть готовый заговор экономических, политических элит против человечества, потому что это все написано черным по белому. Поскольку это все написано черным по белому, то сейчас запущено, если вы помните, вы смотрели в 2017 году, очень интересное видео с Биллом Гейтсом. Это тоже не фальшивка, потому что как бы это не смонтированное видео. Там живой Гейтс рассказывает о вакцинации, рассказывает. Кстати, всеобщая вакцинация записана в программу как Всемирного экономического форума, так и Организации Объединенных Наций. Для этого существуют инструменты, давление под названием Всемирная организация здравоохранения, которая находится тут же на службе у этих организаций. То есть там все повязаны, связаны одной цепью. Дальше можно уже не комментировать. Интересные эти программы почитайте сами, потому что там читать не так много, но очень интересно. Открывает, как говорится, глаза. Откройте мне веки. И когда вы понимаете, к чему это все, вы прекрасно понимаете, что не случайно у нас все происходит. Я не верю в теории случайности, потому что все или преднамерено, или предписано, или действуются по ключей-то указанной. Ну да, да, да. Это не то, что Аннушка разлила масло там, помнишь? Да, да, да. Это не то, что... Нет, Аннушка разлила масло, это уже предписано было, предподрено было. Можно верить, можно не верить. Я написала статью, вот она тоже была напечатана, называется «Поверь, каждому воздастся». Потому что когда мне говорят, вот вы верите в науку, а я спрашиваю, а в какую из наук? А вы верите в это? А я спрашиваю, а кто? Кто мне сказал, что я должна в это верить? Кто? Покажите мне конкретно авторитеты. А вот доктор Фаучи не авторитет, потому что доктор Фаучи меняет каждую неделю предписания. Эти предписания меняются тоже каждую неделю и по всему миру. Потому что мир не знает, в каком направлении он идет, потому что мир находится в состоянии хаоса, мир находится в состоянии страха. Это вот первая стадия поселить страх и хаос для того, чтобы потом пришел добрый человек и сказал, я пришел спасти мир. Да, не дать вам волю, конечно. Нет, я пришел спасти мир. И самое интересное, вот то, что когда мы говорили вчера и продолжаем разговор сегодня, это интересная очень тема. тема личной ответственности, которая переросла последние полторы недели в тему общественного протеста. Никогда раньше сопротивление вакцинации, сопротивление паспортам, сопротивление тому безумию, которое нам предлагают элиты, кстати, я хочу вам сказать, что тот же Всемирно-экономический форум, это непартийная, внепартийная организация, внеправительственная организация. Поскольку это неправительственная организация, вопрос возникает, а какого вот эти люди, которые не являются правительством, указывают правительством, что им делать, как им жить, как им работать. Но мы о теории заговоров не говорим. Да-да-да, мировое правительство это все выдумки, да, мы знаем. Но когда мы видим, что написано на предвыборной кампании в счетах у Байдена Build Back Better, когда мы видим у лидеров Евросоюза, Build Back Better, когда мы читаем и видим программу Тарижского соглашения, о чем они говорят, кстати, о Франции. Французы вышли настолько агрессивно против политики Макрона, и в первый раз прозвучало за все эти полтора года политические лозунги против конкретной вакцинации. И против не просто вакцинации, против паспортов, которые ограничивают ваше право, которые делят общество на привитых, на вакцинированных, невакцинированных, тем самым они наступили на главное, на свободу личности, на свободу человека. Лен, даже жилеты когда выступали, их же тоже сотни тысяч выходило, но там совершенно адженда была другая. Впервые за все время прозвучало долой Макрона. Впервые народ Франции и те, кто сделали привитку, и те, кто не сделали привитку, звучали единым хором долой Макрона. Потому что можно до определенного момента, вот вы возьмите элементарно пружину, вы ее согнете, а потом если отпустите, она может разогнуться и ударить вас так, так вот они перегнули палку сейчас. Это вот та палка, которая или сломается, или отдача будет. Так вот сейчас Европа, Европа и не только Европа, а также даже Австралия да, во многих они возмутились настолько, что дальше некуда. Но очень интересная реакция, реакция в той же Австралии, когда министр внутренних дел назвал протестующих анархистами. Анархистами. И интересно, где был этот министр внутренних дел и почему не назвали анархистами по всему миру БЛМ или Антифа? Не, 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 ты не, ну как же, это же совсем другое. Те обеспечивают в общем-то порядок, который хотят установить повсеместно, а здесь идут против такого вот правительства. Ну, мы можем термин такой употребить, но опять же я не хотел бы, чтобы этот ролик потом всевидящий YouTube уничтожал, но на самом-то деле мы понимаем, что тут пахнет диктатурой и всем остальным подавлением любой свободы, а люди вышли. почитайте, пожалуйста, все там от 6 до 14 пунктов, что такое тирания. И определите для себя, вот поставьте галочку, вот это соответствует тирании определению, это не соответствует, это мы уже почти на пути к окончательному решению вот этого пункта, а это еще оставляет нам маленькую дверь, какой-то такой глоток воздуха. Я хочу рассказать, буквально за полчаса до передачи, у меня есть очень близкая хорошая подруга в Толландии, она композитор, живет там давным-давно, и мы с ней беседовали о том, что там происходит. Она мне сказала, ты обратила внимание, что вот в Англии произошло полтора недели там назад, а началось все, в общем-то, от локдауна и массок, потому что там цифры стали зашкаливать заболеваний, и в этот, на момент пика пандемии им говорят, что все, несмотря на то, что 54 тысячи заболевших, мы все открываем, и на следующий день буквально цифры стали падать. То же самое произошло в Голландии, теперь там ничего. Обратите внимание на Швецию, обратите внимание на Беларусь, обратите внимание на вот маленькие такие страны, которые находятся вот тут же рядом, же, же, у них ничего подобного нет. Лен, ну, это то, что идут манипуляции со статистикой, с тем, как определяют подверженность тех или иных, значит, слоев населения тем или иным болезням, в данном случае я не беру только пандемию, то есть, все, все на службе, только не человека и не общества, а на службе тех, кто держит эту уздечку в руках. Мы прекрасно понимаем, мы с тобой только на днях говорили об этом, что, предположим, 22-й год уже, и мы только можем гадать, какого числа запустят очередную китайскую вот эту гадость, чтобы к выборам тем самым ожидаемым опять обеспечить нужный результат. Если позволишь, вот прямо параллель, вот просто напрашивается. Вот то, что происходит во Франции, смотри, Англия приспустила вот это все, Голландия приспустила, а вот Франция и еще ряд стран стали закручиваться страшной силой. Во Франции вот анти-Макроновские уже выступления, не анти, даже вирусные паспортов, анти-Макроновские выступления говорят о том, что Макрону нужны эти протесты, чтобы использовать их для закручивания гайок. У него перевыборы. Да? У него следят перевыборы. То есть почему не синхронно у каждого свои сроки? У каждого свои. Опять-таки эти перевыборы в качестве этой перезагрузки сейчас элиты немножко испугались. Они поняли, что произошло и они уже немножко отодвинули. От 2030 года они свое видение прекрасного отодвинули уже к 2035 так вот мы сейчас вернулись к тому, с чего я начала. Момент свободы общества начинается с момента понимания свободы личности. До тех пор, пока нет вот этого понимания свободы личности, свободы общества не будет. Мне часто задают вопрос, причем задают вопрос и в социальных сетях, и в передачах, насколько вы не боитесь. А я объясняю, а чего бояться? Вы отбоялись свое уже в Советском Союзе? Или как? Или сколько вот страха должно быть в человеке, чтобы он перестал быть человеком свободным? Сколько страха, чего вы боитесь? А мне отвечают, ну у нас работа, у нас там дети связаны, у нас, так вот, вас, господа мои родные, вот этим и держат в заложниках. Сопротивляйтесь, сопротивляйтесь, не идите, они не имеют на это права законного. Когда попирается, вроде бы, нам говорят, вот законы не попираются, ведь генеральные законы же не попираются, у нас они прописаны, это называется, вот здесь пишем, два в обеде. Да, да, да. У нас постоянно какие-то поправки, регуляции, еще что-то, а законы не меняются. Так вот, вспомните о главном, о тех законах, которые не меняются, а все остальное это прихоть вот тех людей, которые хотят управлять вами, только и всего. Только и всего. Хорошо, на этой вот такой ноте. Радостной. Радостной? Нет, ну я же не могу сказать безрадостной, на объективной ноте мы перейдем к рекламам, послушайте их тоже, они важны и могут вам помочь в вашей повседневной жизни, а потом вернемся и продолжим. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Возвращаемся в программу радиоблог с Игорем Цесарским. У него сегодня замечательная гость Елена Пригова. Телефон в студии 847-4-0-0-5-2-0-0. В этом сегменте вы можете позвонить, задать вопросы, если таковые будут. Ну, а пока продолжим. Ну, коль уже мне не надо представлять мою собеседницу. Я хочу бриллиантов пачку. Ну, хорошо. А билетов не хочешь с водокачкой? Нет, мне бриллианты понравились. Да? Ну, хорошо. Позвоним мы по адресу, такому, вернее, по телефону, а там есть адрес, две локации, так что все в порядке. На любую можешь приезжать и все у тебя будет. И бриллианты будут. Я же намекаю, мне день рождения будет. Я понимаю, понимаю. Ну, хорошо, бриллиантовый наш голос. Расскажи, пожалуйста, дальше. Мы остановились на том, что, конечно, кому-то, да, реально выгодна вот эта ситуация. Она, опять же, согласились, что она не случайно возникла, кто бы, что бы там не говорил. И, собственно говоря, каков выход? Вчера, опять же, мы в своем разговоре упоминали, что все-таки, и ты сегодня, опять же, подтвердила эту сентенцию о том, что сопротивление даже отдельного взятого человека в отдельно взятом коллективе, это позитивный момент. Это лучше, чем этот человек, если все встают на колени, предположим, по поводу очередной годовщины Флойда или еще чего-то в этом роде, то это не значит, что ты ради сохранения должен сделать то же самое. Не правда ли? Ну, во-первых, это правда. Ты ради сохранения всего этого не должен становиться на колени. Человек не должен становиться на колени вообще никогда, ни по какому поводу. Он может встать на колени перед Богом и попросить о чем-то. И перед матерью, перед... Да, вот-вот. ...просить прощение, если в чем-то виноват. Но все остальное колено преклонения оставьте, пожалуйста, вот, забудьте о нем. Олени не для этого даны, они вам еще пригодятся. Да. Но мы говорим сейчас о том, что ищите деньги, follow the money, следуйте деньгам. Если вы начинаете следовать этим деньгам, то вы понимаете, что первая попытка вот этой глобализации еще состоялась в 1919 году, но это тема отдельной передачи, и когда, в общем-то, элиты... Почему всегда элиты правят все? Да потому что они себя назначили элитами. Потому что у них есть деньги, и за эти деньги они могут купить весь мир. Они могут купить всех только в той степени, насколько все позволят себя купить. Потому что когда покупают кого-то тем самым, я параллель провожу с тем, что происходило, то кто-то становится рабом. Можно быть рабом идей, можно быть рабом лампы, можно быть рабом обстоятельств, но это все равно раб. Свободный человек остается свободным. Он не позволяет на себя надеть ярмо, и он спокойно может выбрать между обстоятельствами, стать конформистом и принять это все. А дальше мы говорим о мере конформизма, насколько мы можем опуститься и принять. Лен, извини, прерву, но вот смотри, возражения оппонентов, как правило. Вам, мол, хорошо говорить. Вы сами по себе ведете бизнес, и поэтому сами себя вроде как уволить не можете. А вот говорит человек, я работаю в коллективе, где сплошь левые, особенно те, кто решает вопрос моей работы, буду ли я тут работать или нет, и я могу остаться за бортом, а значит потерять вот те самые необходимые, не то, что благо, а вообще для жизнеобеспечения те деньги, которые позволяют моргич платить, страховку и все остальное. И вот как ответить? Как ответить? Я советы не могу дать, я могу дать сопротивляться. Твое ощущение. Сопротивляться, почему? Потому что то, что они творят, вот мы тоже обсуждали эту тему и раньше с несогласными, как поступали? Их ставили к стенке, их вешали, их уничтожали физически, насылали в лагеря, отсюда появились все эти диссиденты. Но благодаря этим диссидентам вы, господа, вы живете в свободном мире. Вы уехали из того мира, который не давал вам такую возможность жить и дышать. У вас всегда есть выбор оставаться, соглашаться или сопротивляться. Сопротивляться в наше время очень тяжело, особенно, когда заложники и берут ваших детей, ваших близких, их начинают просто гнобить или гнобить. Но, опять же, вы должны всегда понимать, насколько вы готовы вступить в сопротивление и быть готовыми настолько, чтобы судить, потому что никто еще иски не отменял и коллективные иски тоже не отменял, потому что в данном случае идет нарушение ваших конституционных прав. Это конституционное ваше право считать и делать то, что вы хотите. И просто вот когда критическая масса этих исков достигнет определенного уровня, вот только так можно поменять отношение к ситуации. По-другому не бывает. Лена, извини, но многие очень разочарованы в том, как вели себя наши не только правоохранители, а вообще вся система судебная, и поэтому не верят уже тому, что наш суд будет объективен при рассмотрении подобного. Вот так, я тебе по ходу возражаю, не именно я возражаю, а озвучиваю. Ты понимаешь, мы с тобой как бы устраиваем схему, схему поведения. Ну да. Просто речь идет о том, насколько каждый из нас готов становиться бойцом и защищать себя. Речь идет о защите вашего дома. Почему кто-то должен защищать ваш дом? Почему кто-то должен защищать вашу семью? Почему кто-то должен идти ради вас на вот эту казнь? Каждый должен отдать себе отчет. Четкий, ясный, лаконичный. Чем это для меня закончится? Потому что опыт исторический подсказывает одно, не удается отсидеться никому, ни те, кто в танке, ни те, кто вне танка, ни те, кто на баррикадах или просто в своей квартире, потому что постучат в вашу квартиру и скажут, а ты вот согласен? или не согласен? И зададут вам вопрос, на который вам нужно будет дать четкий ответ. Вы думаете, фашизм каким образом смог победить? Благодаря вот таким вот гражданам. И я хочу вам напомнить, когда вы слушаете поток информационный, всегда помните, почему раздают бесплатные телефоны, почему раздают включение бесплатному интернету ваших и наших демократических лидеров. И вспомните 1938 год в Берлине, когда администрация Гитлера выдавала всем берлинцам бесплатные приемники, радиоприемники. А в них был голос нашего министра пропаганды. Вы знаете, самое лучшее средство от того, что мы видим сейчас, от этой болезни общества, это история. Потому что история, я повторяю миллион раз, это наука не о прошлом и даже не о настоящем. Это наука о будущем. Но я вам хочу рассказать, когда все-таки вернуться, по поводу инструментов давления. Вот этот Build Back Better, который мы вскользь упомянули, это и есть первопричина перед распределением всего. Потому что общество глобально, ему нужны радикальные перемены. Радикальные, и они могут вести эти радикальные перемены только при помощи радикальных мер. Шваб раскрывает подробности я тебя прерву, если ты не против. Включай. Включай. Слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. Я какого-то действительно не согласен, какого-то несогласия могу объяснить, почему я не согласен, потому что вы знаете, что статически 5% населения, популяции, толпы всегда активны, остальные пассивные. Мать, и те люди, которые в данном случае вы обращаетесь, обращаетесь к 95%, которые пассивные. Те, которые активны, они и так стараются быть активными, просто единственное, что они идут на баррикады, они гибнут, а именно то, что они сделали, пользуются остальные 95%. Вот, это так всегда это было, и так и на их, с их сожалению. И, конечно, нужно, чтобы другая масса тоже что-то делала, потому что эти 5%, они жертвуют всем ради блага других, но так не всегда должно быть делать ради других. Пусть они сделают что-то ради меня. А другому единственное процент принято. Спасибо, ну, видите, к чему вы пришли. 95% вы еще и можете приплюсовать те 5%, которые, как вы говорите, что они тоже вроде готовы сказать, ну, а зачем нам это надо? Лен, видишь, интересный расклад. Я все это знаю, но просто у каждого своя функция, предписанная ему, можно сказать, севышним обстоятельствами, чем угодно, называйте как хотите, а просто есть люди, которые умеют думать, есть люди, которые не умеют думать, ну, не дано такое, есть люди, которые собирают всякую информацию и не понимают, что они слышат и как они видят, и таких большинство, но наша задача не говорить человеку, что он должен делать, что он не должен делать, наша задача информировать, это вообще задача журналистики, разбирать факт и комментировать его, не придумывая факты, вот я вам приведу один факт, а вы уже сами думайте, тот же Карл Шваб, который Всемирный экономический форум раскрывает некоторые подробности программы вот этого перезагрузки, я дословно читаю, это цитата, одна из позитивных сторон пандемии заключается в том, что она показала, насколько быстро мы способны изменить свой образ жизни, почти мгновенно коронавирус заставил компании частных лиц отказаться от привычной практики, которая долгое время читалась безрезультативной, это касается многих аспектов, начиная от частных авиаперелетов и заканчивая непременной работой в офисе, так это как позитивные стороны, это вам открытым текстом говорят те люди, которые устроили вам весь этот геволт, они говорят о позитивной стороне, и в это же время, мы понимаем, мы читаем на прошлой неделе, в понедельник, мистер Сорос и мистер Билл Гейбс покупают компанию, которая занимается тестированием, тестированием вообще на вирусы, вы понимаете, и тут же мгновенно взлетают показатели позитивных тестов. Да, положительных тестов, да. Но все взаимосвязано. Лен, я только сделаю здесь одно замечание для наших опять же слушателей и тех, кто периодически с нами вступает в какой-то спор, господа, дело в о чем, что мы действительно никогда не даем рекомендаций. Упаси Господь, говорит человеку прививайся или не прививайся, об этом речи не идет. Мы говорим исключительно о том, с чего Лена начала эту передачу, о свободном выборе. То есть, у вас должна быть свобода, а вы сами решайте. На основании чего? На основании очень многих факторов. И если у вас сошлось на том, что это надо сделать, делайте, конечно. Если у вас сошло, что нет, ну не делайте. Но вы сами ответственны за свою жизнь. вот что важно. Знаешь, мне задают часто вопрос, вот тоже задают вопрос, а вы сами привили? Да. А я говорю, а вам какое дело? Ну, собственно. Это не касается вас, мое здоровье, касается только меня и моей семьи. Я не должна давать ответ. я не говорю никогда, никогда. Лена, нет, ты ответь еще какой прививкой потом, а потом тебя спросят, а сколько ты тебя ломала, крутила и так далее. Ребята, это все замечательно, но на самом деле... А у некоторых много от передозировки. От передозировки, но разговор о другом. Вот самое важное о свободе, вот того, что вы делаете, как вы своей жизнью распоряжаетесь жизнью, своим телом, и всем, чем можно. Потому что чем больше этой свободы у вас забирают, а сейчас мы наблюдаем это, вот сейчас мы знаем, больше 500 человек находятся после 6 января вот условно в застенках. Вот у них забрали свободу, вообще пока даже не выдвинув конкретных обвинений, вот только два процесса осветили немного, да, и то людей заставили покаяться, и самое интересное, Лен, их обвинить трудно же в этом даже. Самое интересное, знаешь что, то, что ни один правозащитник, ни один от республиканской партии, от вообще каких-то правозащитных организаций не выступил и не заявил по какому праву и на основании какой статьи Уголовного кодекса судят этих людей. Ни один правозащитник не выступил за наказание виновного в смерти Эшли Бэббит. Ни один. И у нас получается так, что нас действительно поставили на колени. Нас действительно уже не 95%, а все 100% стоят на этих коленях. Лен, поэтому-то и проблема возникает, что тут говорится. Вот вы рассказываете о том, ну, нам так обращаются к нашим союзникам, условно говоря, с других, вот, в частности, народной волны и многих других, не многих, но есть, и говорят, ну и что, от того, что вы говорите, кому холодно, кому жарко. И ответь на это возражение. А холодно и жарко непосредственно вам и вашим близким. Потому что я знаю, когда я привожу факты, а часто приходится вступать в полемику с людьми, которые с вами придерживаются абсолютно иных взглядов на разные темы, то вы должны быть вооружены главным знаниями, знаниями по теме. Потому что в противном случае это превращается в какой-то нелепый скандал, который заканчивается оскорблениями, сам дурак или ты дурак. Нет, это неправильное ведение дискуссии. Я хочу напомнить господа, что очень-очень часто, очень часто все дискуссии начинаются с подложных тезисов, с подложной аргументации. И вот это называется в психологии логические уловки. логические уловки это еще не логические ошибки. Но когда вы говорите об одном, а человек переводит тему совершенно в другое русло, и вроде бы с вами дискутирует на вашу тему, но он уже подменил и говорит о другой теме. Поэтому когда мы говорим с вами о конкретном, о том, что идет сопротивление, о свободе человека, давайте не будем опускаться на уровень личностных каких-то связей. Мы приводим факты. Я привела факты о Швабе, о том, что он сказал. Думайте, что он произнес. Но видишь, люди ведутся, Лен, на что? Вот смотри, было до съезд знаменитая стила. Оно же преподносилось как факт, не как некое предположение, а как конкретный факт предательства президента 45-го его... Задавайте себе вопрос, кому это выгодно. Задавайте себе вопрос, откуда ноги растут. Задавайте себе этот вопрос. И когда вы видите политолога русскоязычного, который вам рассказывает об этом досье стила, то поинтересуйтесь биографией этого человека, сидящего в Вашингтоне. А также поинтересуйтесь, за какие гранты он попал в Соединенные Штаты Америки. Потому что это самый тот человек, который запустил вот это досье. И он выступает на артевиай, кстати. Они выступают, эти люди, на артевиай. Всегда задавайте себе вопрос. У нас идет борьба левых идей с консервативными идеями, я не скажу правыми, консервативными идеями. И когда вы видите левого человека, особенно русскоязычного, который глот крет за левых, задайте вопрос, кто оплачивает ему его работу, жизнь, идеи, кто оплачивает вот эти огромные просмотры в ютюбе. Потому что просто так от ничего ничего не бывает. Все начинается с чего-то. Это вот тот момент, который называет эффект фауста, когда вам предлагают что-то, и вы делаете согласие. Сознательный выбор. Но всегда сознательный выбор фауста заканчивается остановить мгновение. И мгновение останавливается, и карета превращается в тыкву. Всегда так, по-другому не бывает. Хорошо сказано. Да, слово прекрасно ты пропустила, но оно же такое эфемерное. Ну, естественно. Оно не успел даже рассмотреть это прекрасное далеко, и вдруг тебе Игорь, мы как раз говорили о консервативе, ты понимаешь, о компромиссах. Да. Все идет, ну да, конечно, есть какая-то доля компромиссов, каждый человек идет на каких-то компромиссах. Нужно быть полным идиотом, чтобы вот так вот в лоб говорить, я никогда, слово никогда не раз и не раз. Не, 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 ни в коем случае, смотри, человека осудили, который зашел в Капитолий, просто заглянул, ну не на чай, а вот шестого. Ему уже все средства массовой информации, левая, естественно, мейнстрим писал, до 20 лет ему грозит, дали 8 месяцев, какая радость, но с другой стороны, вот можно ли обвинить его? А во-первых, за что? А во-вторых, можно ли упрекать этого человека, что он при этом сделал там заявление и прочее? То есть... Я считаю, послушай меня, упрекать вообще никого ни в чем не надо. И обвинять никого ни в чем не надо. Надо всегда просто понимать, одно дело, это сделано под давлением этот человек сказал. Но ведь те люди, которые его осуждали, они же не находились под давлением. Нет, конечно, но смотри, так же может... Кто из нас пауз? Кто в этой пауз? Но тот же человек может сказать, что я вот, когда весь коллектив встал на колени, и я встал тоже рядом с ними, хотя это не разделяю, но он же такой же аргумент может привести, понимаешь? Игорь, понимаешь, когда в Германии все кричали Хайл Гитлер, находились люди, которые не кричали. О, да. Находились люди, которые... Давай мы будем говорить тогда, когда мы говорим о вот всем этом, давай мы тогда с тобой просто... Это... Павел, да, не набор. Паш, я не могу, у меня эфир. А, мы перегулись. Я прошу прощения. Вот тоже блогер у него, там тысячи, десятки тысяч. И он тоже говорит правду. Он тоже говорит правду, потому что кто-то должен... Помнишь вот эта фраза, которую сказал Знамецкий, профессор Знамецкий, как в Сербии были будители? Да, да. Ходили и рассказывали, они рассказывали о том, что происходит, они говорили правду. Это было во время Османской империи. Они говорили правду. Я считаю, что есть люди, у которых вот мир и ощущение желания говорить правду находятся на более высоком градусе. Когда я шла в журналистику, я никогда не забуду, в конце уже, когда диплом выдавали, в этот день мы принимали клятву журналистов. Мы давали клятву журналистов. Было такое. Было такое. Киев, это было в Киеве. И я могу одно сказать и понять. Когда ты даешь клятву и что-то обещаешь в жизни, то если ты нарушаешь эту клятву, это называется клятва преступления. Ну да, но так же, как и у медиков, клятва Гиппократа. Поэтому я могу сказать полной ответственности. Господа, говорите правду, потому что это самое главное лекарство против лжи. Другого лекарства я не знаю. И еще я добавлю, что время наше истекло, но вы оставайтесь с радио, потому что еще много будет интересного и не забывайте заходить на ТВ-клуб Континент, потому что эта неделя будет тоже урожайной. Всего вам доброго. Спасибо. Будьте здоровы и благополучны. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова